Проходные дворы Выборга, они есть! Однорукий террорист ранил губернатора в задницу. Звучит, как какой-то скабрезный анекдот, совершенно невозможный, но на самом деле это чистой воды. Правда, это то, о чем я сегодня буду рассказывать, потому что, ну, кто о чем в Шиве-Абане, мы находимся с вами в городе Выборге, и, конечно же, здесь следует объяснять вам про шведский, норвежский, финский, какой угодно след, про, значит, национальный, северный модерн, национальный стиль, который вот здесь представлен в прекрасном состоянии, иногда в кавычках, потому что фасады некоторых домов совершенно ужасные. Нас сегодня чудесная женщина пригласила в гости, показала, как вот раньше были устроены квартиры, на этаже жила одна семья, потом это все перекроили в огромное количество отдельных отсеков и в отдельные квартиры. Вот, но мы находимся с вами на вот этом заливе имени Салаки, а направляемся мы с вами в гостиницу Бельведер, и я вам сегодня расскажу про два события, имеющие отношение, ну, вот, к моей теме, да. Первое – это Выборгское воззвание, это когда члены разогнанной Первой Государственной Думы отправились из Петербурга в Выборг, и здесь вот написали один документ, который распространили по России, а второй эпизод – это как раз покушение матерейника, матерейники на губернатора Мисоедова, случившегося непосредственно в доме губернатора, как это ни странно может показаться, да. Значит, для начала буквально чуть-чуть про первое событие. У меня в руках вот две книжки, которые я на самом деле уже неоднократно показывал. Чем они интересны? Дело в том, что вот этот человек, он охранял систему вот от этого человека, ну, и ей подобных. А этот человек, она боролась за те какие-то там права, свободы и прочее, которые, как ей казалось, попирает вот этот человек. Ну, и вся система им представленная. И в итоге и этот человек, и эта женщина, они оказались в эмиграции после 1917 года. Вот так судьба иногда распоряжается людьми. Значит, ну, вот как раз этот наш самый скандинавский флёр. Но это, ещё раз хочу сказать, это не тема нашей сегодняшней беседы. Когда была созвана Первая Государственная Дума, после знаменитого манифеста 17 октября 1905 года, за авторством Сергея Ильича Витты, подписанного императором Николаем II в Петергофе, то это означало, помимо всего прочего, помимо там каких-то свобод, слова собраний, вероисповеданий, и самое главное, была организована эта самая Государственная Дума. То есть тот самый парламент, о котором так долгое время мечтали не только революционные настроенные партии, но и самая главная партия на тот момент, она называлась Кадетской. И, собственно, здесь у нас воспоминания Александра Герасимова, начальника охранного отделения Петербургского, называется «Налезы с террористами». Я же миллион раз эту книжку и цитировал, и приводил в качестве примера. Но вот это Ариадна Таркова-Вильямс «На путях к свободе», одна из моих любимых книг вообще. Я, в принципе, люблю воспоминания умных женщин, поэтому с удовольствием его прочитал, и там вот кое-какие цитатки я вам буду приводить. Значит, дело в том, что когда эта Дума собралась, то многим у руля государства казалось, что теперь все как-то более-менее утихомирится, и они станут, вот эти депутаты, выплескивать, грубо говоря, свой пыл на этих собраниях, и этого будет достаточно. Но довольно быстро собрания Государственной Думы превратились из говорильни в такие обличительные мероприятия. Министр там встречали словами «палач, убийца» и так далее. Самое главное, что министерство Сергеевича Витты потерпело крах, оно было расформировано, и на место Витты назначили Горемыкина. И вот даже сам Герасимов писал, что это, конечно, был крайне неудачный выбор, потому что он был старый, ему нафиг ничего было не нужно. То есть его единственная цель, чтобы его как можно меньше беспокоили. Представляете, да, человек на таком посту находится. И тогда как раз начала сходить звезда Петра Аркадьевича Столыпина, хотя он этого не хотел, он прекрасно понимал, в какой ситуации он оказывается, и, в общем, не с большим рвением принял пост ему доверенный. Но и Александр Герасимов, собственно, стал правой рукой Столыпина. И Столыпин хотел, в общем-то, пойти на какое-то сотрудничество с думцами, собрать с ними, в принципе, совместное министерство, то есть, чтобы какие-то кандидатуры могли предлагать члены Государственной Думы. Но он просил, чтобы они оставили право за правительством назначать все-таки определенных министров именно царем, в том числе министра внутренних дел. А Павел Милюков, глава партии кадетов, он с этим был не согласен. И вот Герасимов пишет, эта цитата, на самом деле, не все знают, откуда она взята, она гуляет по интернету, она взята именно из этих воспоминаний. Столыпин долго доказывал Милюкову, что должность министра внутренних дел не может перейти в руки общественных представителей, потому что они, будучи неподготовлены к административной деятельности, не справятся с революционным движением и разложат аппарат партии, что и случилось в 1917 году, когда Временное правительство пришло к власти. Милюков в ответ на эти соображения по рассказу Столыпина ответил следующим образом. Этого мы не боимся. Правительство определенно заявит революционным партиям, что они имеют такие-то и такие-то свободы, перейти границы которых правительство им не позволит. До сюда и ни шагу дальше. А если бы революционное движение разрослось, то думское представительство не остановилось перед принятием самых серьезных решительных мер. Если надо будет, мы поставим гильютины на площадях и будем беспощадно расправляться со всеми, кто ведет борьбу против опирающегося на народное доверие правительства. Как тебе такое Илон Маск? То есть партия конституционных демократов, которые, кадеты сокращенно, которые, ну, это самая либеральная партия России, тем не менее, говорит, что если понадобится, мы, в общем-то, свободу и демократию будем осаждать гильотинами. Это, в принципе, началось еще с Павла Ивановича Пестеля, который в своей «Русской правде» доказывал, что русский народ не готов к демократии, и там первые 10 лет надо установить диктатуру. Поэтому вот это постоянное убеждение, что сейчас мы возьмем власть и волнения прекратятся, а если они возобновятся, то как с этим бороться? Ну, мы тоже будем восстанавливать гильдисины. А чем вы в этом случае отличаетесь от кровавого царского режима, извините? И в итоге, когда выяснилось, что члены Государственной Думы не хотят идти ни на какие уступки и прочее, Столыпину, кстати, противодействовал Трепов, тот самый Трепов, который патронов не жалеть, да, то есть известная обложка газеты «Пулемет», это 9 января 1905 года, он полевел, и он говорил, что если сейчас, и многие тогда так считали, что если сейчас Думу разогнать, то в стране начнутся бунты, начнутся восстания, вся Россия запылает и так далее. Герасимов доказал, что ничего этого не произойдет, и если случится, то в каких-то маленьких объемах, и мы с этим легко справимся. Забегая вперед, надо сказать, что Герасимов был прав. Но у Столыпина был знакомый, среди окружения царя, это барон Фредерикс, я о нем, кстати, рассказываю частенько, когда вожу экскурсию по Коногвардейскому бульвару, поскольку он был долгое время во главе этого полка, одного из самых привилегированных полков Российской империи, и там дом его перестроенный сохранился. Фредерикс был абсолютно выживший из ума персонаж, по воспоминаниям одних замечательных людей, он как-то на одном из приемов подошел к Николаю II и сказал, «А тебя царь тоже на завтрак пригласил?» Ну и в общем. Но, тем не менее, он служил вместе с отцом Столыпина и сказал, «Да я царю докажу, что надо Думу разогнать». И Думу разогнали. И вот тогда, чтобы показать правительству, что нельзя так попирать свободы и прочее, члены Первой государственной Думы, не все, но большинство, в основном, конечно, ядро, составляли кадеты, но там были представители еще других партий, они собрались и поехали в Выборг. Почему именно Выборг? Я скажу чуть отдельно, потому что вообще княжество финляндское и история революционного террористического движения – это отдельная песня. Здесь были более щадящие законы, ну и самое главное – местные. И самое главное – местное население, прекрасно понимая, что революционеры действуют на разложение Российской империи, они оказывали им всяческую поддержку, не только моральную, но и физическую. И это даже касалось представителей полиции, жандармерии, которые периодически смотрели сквозь пальцы, сквозь... Правильно, да? Сквозь пальцы, так говорят. Значит, на все, что здесь творилось. И вот уже теперь на этот раз Тыркова Уильямс пишет, что она на тот момент не была в Петербурге, но... Здесь у меня закладки нет, но я помню номер страницы. А, есть закладка. Я обманул, да? Да, решили ехать в Выборг, так как в Петербурге полиция может помешать. И она приехала с утра сюда. Наши ученые-юристы толковали обращение к народу как акт конституционный, а не революционный. Видели в нем призыв не к бунту, а к пассивной защите прав народа. Что на самом деле оказалось неправдой. Я приехал в Выборг в воскресенье вечером. Уже не было сомнений, что воззвание будет подписано большинством. Короче, она приехала с вокзала, вот там находится, вот она вышла с вокзала, и депутатам этим, бывшим уже на этот раз, отвели самую красивую гостиницу, Бельведер, вот она перед вами. Это бывшая гостиница, сейчас там никакой гостиницы нет. Ну, вроде как есть там какая-то, значит, часть, знаете, там или хостел, или апартаменты, но потом это все было переделано в доходный дом. Более того, на самом деле, этот дом был, сам фасад изменен, я сейчас подставлю фотографию, как он выглядел до революции. Вы видите, что небольшие изменения произошли здесь. И вот они разместились здесь, здесь проходили собрания, и здесь они написали вот это самое Выборгское воззвание. Значит, смысл этого Выборгского воззвания заключался в том, что нужно не платить налогов и не отдавать солдат в армию. И они были абсолютно уверены, что сейчас вся Россия за ними последует в этом прекрасном порыве. На фасаде этого здания есть одна единственная мемориальная доска, что здесь вот Ленин и Крупской проводили прекрасные дни в августе 1906 года, потому что дедушка Ленин здесь издавал партию, ой, в смысле, партию газету Пролетарий. Ну, Ленин где присел, там ему и понятное дело. Понятное дело, точно так же здесь уже не могло в советское время появиться никакой мемориальной доски про эту партию Конституционных демократов и про это Выборгское воззвание, потому что, извините, они точно так же оказались в итоге в эмиграции. И, в принципе, отец Набокова, который здесь присутствовал во время написания этого воззвания, и он его подписывал, он же погиб, собственно, защищая Мелякова, на которого было совершено покушение, по-моему, в Берлине, если я не ошибаюсь. Так вот, что бы я хотел процитировать здесь. Дело в том, что некоторые мысли о рядной Турковой и Уильямс, они вот прям очень созвучны тому, что я иногда произносил в своих выпусках, хотя, ну, мы друг с другом не знакомы по понятным причинам. В этих рассуждениях было много политической романтики и очень мало политического расчета и предвидения. Она пишет о том, что сейчас вся, в этих рассуждениях, о том, что сейчас вся Россия за них там вступится и так далее. Логически, логически постройка была очень хрупкой, но кто же Выборге опирался на логику? Нами владели политические страсти, мы горели негодованием против тех, кто дерзнул посягнуть на первый русский парламент, воплощавший мечты стольких поколений. Логика никогда не движет людьми в таких ситуациях. Вот это очень красивый дом, на самом деле, построенный по проекту Уна Вернера Вельберга. Вот особенно, конечно, впечатляют эти гранитные маскароны и вот такой неоренессансный получается камцемир. получается третий, четвертый, пятый этаж. Ну, или, если по-европейски, то второй, третий, четвертый этаж, потому что это называется белый этаж. И обратите внимание, что такая почти замковая архитектура, как будто это мини-крепость. Едем дальше. Что еще нам здесь готовит она? Весь талант, их ум и сердечная горячность не могли одолеть общего настроения, общего чувства. Для меня это одно из многих подтверждений того, что в острые моменты чувство имеет больше власти даже над рассудочными политическими деятелями, привыкшими думать, чем логические рассуждения. Это абсолютно впамдан моему постоянному высказыванию, что люди в массе своей мыслят эмоционально, а не рационально. И даже, казалось бы, вот эти умные, мега воспитанные, мега интеллектуальные персонажи, даже они все равно не могли включить рассудок в определенный момент, а подвергали себя воздействию собственных чувств. А это, как вы знаете, ведет порой к очень печальным последствиям. сейчас мы с вами в принципе направимся к направлению одной из архитектурных жемчужин города Выборга библиотеки ААЛТО, но опять-таки это не совсем тема нашей проходки. Наконец, она пыталась убедить одного из бывших думцев, и он ей возражал. Ариадна Владимировна, вы форсируете меня впервые в жизни совершить поступок, находящийся в контрадикции с моей юридической логикой. Вот как вам такая фразеология, вообще-то такая речь, да? Ваши утверждения находятся в контрадикции с моими убеждениями. Прикиньте такой диалог где-нибудь в комментариях, да, на Ютубе, вместо типа автора чмо и все такое прочее. Теперь я знаю, что гордиться было нечем. Но я рассказываю этот случай так подробно, это она говорит о том, что она убедила одного из юристов, который не хотел подписывать этого звания, и тогда она этим была горда. Что он отчетливо запомнился, еще потому, что он освещает один из тех политических моментов, когда люди, казалось бы, трезвого мышления, полного здравого смысла, собравшись с толпой, совершают поступки, идущие вразрез с их умственным уровнем, с их привычным мышлением. Вот это, опять-таки, это очень важный момент, который невозможно донести до большинства людей. То есть, вот почему никогда не надо никому доказывать? Да потому что, да вот почему. Вот это наглядный пример, почему. Потому что, даже вот такие монстры интеллекта, политической воли и всего такого прочего, оказываются вдруг совершенно не в состоянии включить все-таки рациональное мышление и принять правильный результат. Что в итоге получилось? В итоге получилось то, как и предсказывал Герасимов. Да, были какие-то восстания в Свеерберге, в Кронштадте. Сейчас вот подсними, я просто уберу. Не хочет человек, чтобы я нагружал рюкзак книжками. А я специально этот рюкзак для этого взял, чтобы потом не таскать с собой. И вот я, когда читал воспоминания Герасимова, я, поскольку тогда, я был в Выборге, на самом деле, очень часто и очень много в отрочестве. То есть в подростковом возрасте, потому что у меня за Каменогорском здесь был пеняжеский лагерь. И я там познакомился с чувачками отсюда, ну и мы к ним пару раз ездили в гости. И это был, в общем-то, да, такая поездка в Иной Мир, потому что такая интермедиа, да, Выборг, это, ну вот, если сейчас, особенно в современном состоянии, когда никуда не выехать, вам прямо очень хочется поехать в Хельсинки или в Таллинн, я хрен знает зачем, потому что я бывал неоднократно в Хельсинки и в Таллине. Ну, я понимаю, что все фломастеры разные, вкусы у всех разные, но вот совершенно не города моей мечты, вот абсолютно, да, но вот если вам прямо очень хочется вот именно такой северной Европки, Бергеном здесь, конечно, не пахнется с его действительно восстановленным гандейским уголком, то приезжайте в Выборг, тут вы эту северную Европку вполне себе почувствуете, более того, никаких границ не надо пересекать, поскольку Выборг, он всегда был довольно долгое время вторым городом после Гельсинкфорса, после Хельсинки нынешнего. Ну, и надо сказать, что, конечно, финны, они очень сильно до сих пор несколько переживают, что Выборг, он на российской территории находится. И я, соответственно, не знал этого, поскольку я здесь не местный гид, Столыпин очень понравилась шутка, ходившая в народе, что депутаты поехали Выборг крендели пить. Оказывается, это уже потом я выяснил, и сейчас это все знают, более того, это местный тренд-бренд и все такое прочее, знаменитый Выборгский крендель, то есть это как, не знаю, тульский пряник или как петербургская корюшка и так далее. Поэтому вот без знания, конечно, этого контекста невозможно эту шутейку было опознать. Ну, давайте, ладно, мы обойдем вокруг этой замечательной библиотеки. Здесь проходит мероприятие, посвященное выставке студентов нашего петербургского училища имени Штиглица, которые разработали ряд архитектурных проектов по облагораживанию каких-то выборских территорий. Вот там, значит, целая делегация приходила, их там по улице слона водили, а сейчас вот они сидят бедные несчастные, уже сколько часов прошло, они все там выслушивают и оценивают эти проекты. Теперь мы переносимся к другому событию, имевшей здесь место и прежде чем о нем рассказать, я хочу поблагодарить историку Анну Лавренову, которая по моей просьбе вы могли видеть Анну, она рассказывала у меня на канале про ее любимого персонажа, директор департамента Трусевича, довольно долгий у нас был проход в Петербурге. Она в Москве пошла в библиотеку и взяла книжку по моей просьбе, сфотографировала ее и прислала мне. И, в общем-то, информация, которую я вам сейчас буду сообщать, ну вот реально вам ее больше никто не расскажет, потому что, понятное дело, эту книжку никто в трезвой уме и твердой памяти не станет читать. Она рассказывает про покушение как раз на Мисоведово этого материнника. Значит, материнника, он вообще был сын довольно небедного финского агрария, но поскольку тогда шла, это достаточно ошибочная была политика Российской империи, очень усиленная русификация конечно же финляндского, то это, конечно, ну и задвигание финской культуры, это вызывало, конечно же, очень серьезное отторжение у финнов. И он сначала приехал в Гельсингфорс для того, чтобы там убрать прокурора Иолсона. Иолсона, не помню, как правильная фамилия, потому что до этого уже Шауман убил генерал-губернатора Бобрикова и стал, кстати, национальным героем Финляндии. Ему очень такой серьезный монумент стоит на территории Финляндии. Что он пытался соответственно выследить этого прокурора. И для этого он что сделал? Он явился к нему домой, когда его не было, и сказал, что хочет его видеть. Сыщик, который там, ну это так сказано в этой статье, это вообще перевод со шведского языка, брошюрки такой революционной, он сказал, зачем вам он и нужен, и материнка ответил, что я это скажу только ему лично. Визитер показался сыщику подозрительным, и он его задержал. Вызвал подмогу, того переправили в полицейский участок, и на вопрос опять-таки полицейского то сказал, что я буду разговаривать только с комиссаром. Комиссар это глава финского отделения полиции. Комиссар пришел, и тогда материнка сказал, что у меня есть сведения, что на прокурора готовится покушение. Я знал человека, который мне об этом рассказал, и он собирается приехать и его убить. Я сначала не верил, но когда я выяснил, что тут уже выехал Гельсингфорс, я специально последовал, чтобы вам об этом рассказать. Его спрашивают, хорошо, а как его зовут? Он говорит, его зовут материнка. Вот здесь первая такая сказочная ситуация, то есть, ну, по идее, конечно же, они должны были потребовать у него документы и вообще проверить, кто он, но, судя по этому рассказу, ничего это не произошло. Более того, ему предложили, ой, ну, раз вы его знаете в лицо, тогда вы нам поможете его найти, ну, а если у вас это не получится, то я вас устрою в охрану прокурора. Там, в общем-то, работа не пыльная и материнка с удовольствием на это согласился. И вот они с одним из полицейских начали ходить по всяким заведениям в Гельсингфорсе, ну, нынешнем Хельсинки. Естественно, они там никого не находили и тот предложил ему пойти в цирк. Материнка согласился, они посмотрели в представление, никого там не увидели и встали на выходе из цирка и Рейнике встал прямо под электрической лампой, которая на него светила. И выходила толпа и один из каких-то старичков его узнал и подходит, ой, мать, привет. Тот пытался сделать вид, что он его не узнает. Ну, как же ты меня не узнаешь? Ну, в итоге сыщик понял, что это он и есть, схватил его за руку и сказал, ах, вот, я тебя поймал. Но Рейнике со смехом, как там написано, ответил, ну, что ж, я не буду скрывать, да, осталось, как он маску зора срывает, я и есть, Материнке. Сыщик понимает, что перед ним какой-то очень серьезный преступник, он послал за подмогой, а тем временем мать предложил, ну, давайте я вас угощу коньячком в буфете. Они пошли, и как только сыщик отвернулся, Материнка прыг-прыг-скок и через окно выскочил. И дальше он побежал на вокзал, он знал, что в поездах, которые местные ходят, билеты можно покупать сразу же в поезде, поэтому вскочил выходящий поезд, но он понимал, что, скорее всего, на конечную станцию дадут знать о том, что сбежал такой вот персонаж, и поэтому он, не доезжая до конечной станции, спрыгнул с поезда, и когда он прыгал, навстречу шел другой поезд, и его правая рука попала под колесо и раздавила руку, но он даже не вскрикнул, а вот с этой полуотрезанной рукой побежал в какую-то там местную хижину, упал без чувств, ну и, соответственно, человек, который там был, понял, что он попал в аварию, вызвал местных там каких-то медиков, те погрузили его на поезд и отвезли обратно в Гельсинфорс, откуда он свалил. Там его поместили в больницу, где руку ему сразу же ампутировали, ну и, естественно, выяснилось, кто он, и пришли полицейские чины, стали ждать, пока он придет в себя. Вот это тот самый губернаторский дом, где, ну, конкретно на тот момент был губернатором мясоедов. Рейники стал приходить в себя, а его поступок начал, ну, информация про его поступок начала распространяться по городу, и нашлись, естественно, люди, которым очень симпатизировал все, что он сделал, вообще его герой, вообще его геройство, вот это вот, рыцарь без страха и упрека, и они сказали, ну, они решили начать готовить ему побег. Это очень напоминает, на самом деле, побег Кропоткина из Николаевской больницы, со Слановой улицы, нынешнего Суворовского проспекта, я об этом отдельно рассказывал. Туда периодически заезжали ломовые извозчики, перевозящие дрова, и вот в какой-то момент он, Рейники, воспользовался тем, что там были открыты ворота, выскочил, ну, а уже там подельники его взяли нам туда и умыкнули в Швецию. В Швеции он окреп, стал учиться тренироваться стрелять левой рукой, навострился таким образом, что он уже мог спокойно поражать мишени. Смотрите, какой красивый самняк, особенно, конечно, вот это впечатляет. Пойдем там, тут просто с утра нифига не расчищено было. Ну, куда ты по самому снегу. И сейчас здесь находится Совет депутатов. То есть, в общем-то, функция сохранилась. И он, пока он тренировался, прокурора Иолоса уже убили в Гельсингфорсе, и он переключился на этого Месоедова, который был известен очень притеснительной русификаторской политикой. Он приехал сюда, пришел вот это здание, тогда, ну, мы это знаем по покушениям там и Веры Засулич, и по убийству, там, не знаю, допустим, министра внутренних дел Сипягина, когда Булмашов просто пришел уже в наш Мариинский дворец, и министр внутренних дел просто вышел ему навстречу. Булмашов был в форме морского офицера, склал, что у него пакет от значит, великого князя Сергея Александровича. А, кстати, маленький подгонщик вам, ребята, проходные дворы Выборга, они есть, они есть, и я вам один сейчас покажу. Ну, Павлик не мог, естественно, не найти этого, а? И дальше он приходит сюда, к нему на прием, стреляет, ранит его в руку, этот губернатор забирается под стол, стол, как написано в этой статье, старой конструкции, то есть там, ну, понятно, два таких, как он пишет, маленьких шкафа, давай пропустим машину, которые перекрыты перегородкой. Он забирается под этот стол, ну, и Рейники стреляет, как там было сказано, в заднюю часть. Попадает ему в заднюю часть, его хватает, судят, и вот, как вы думаете, к чему его присуждают? К пяти годам, да, даже не к смертной казни. И по этому поводу один из наших чиновников, здесь я уже залезу в свой гугл-диск, потому что это уже у меня там подсказки находятся. тут много информации, я вам все еще, естественно, не буду. Да, вот, кстати, заметка из нового времени. Около трех часов ранен тремя пулями выборский губернатор Месоедов. Состояние здоровья тяжелое, преступник пытался скрыться на извозчике, но задержан. И дальше ученый-востыковед Олег Тарав, я не знаю, кто это такой, но, в общем, выступавший за русификацию народцев, писал, описывать все неистовства и безобразия, направленные против России, которые происходят в Финляндии, нет никакой возможности, ибо такое описание составило бы несколько томов. Остановимся на деле Месоедова. Суд производился над государственным преступником Рейникой, покушавшимся на убийство губернатора. Обратите внимание, как тогда склонялись эти фамилии Рейникой, да? И чем же закончился этот суд? Присуждение виновного как бы в виде издевательства над русской властью к низшей мере наказания. Из данных обвинительного акта и свидетельских показаний подсудимый обрисовывается упорным, закоренелым и убежденным политическим убийцей. Вот приговор суда. Выборгский, Ротгауфский суд считает выясненным, что ответчик Рейника, придя к убеждению, что истец, действовавший, действительно статский советник Ресоедов, в качестве выборского губернатора своими противозаконными действиями причинял и причиняет вред нашему краю. То есть, прикиньте, суд, который находится на территории Российской империи, судит террориста и выставляет губернатору обвинительный акт, что тот, значит, ведет себя неподобающим образом по отношению к их краю. Решил для пресечения сего убить его и произвел три выстрела. Причем, одна пуля попала в руку выше локтя, а другая в заднюю часть, причинив вред меньше, предусмотренного параграфом пятого уголовного уложения. Принимая во внимание, что действительный советский советник отдавал распоряжение наносивший губерне опасность в правом отношении, должен считать, что ответчик поступил по своему убеждению и совести, не имея личных интересов. Радгавский суд приговорит Ренику к заключению в смирительном доме на два года и два месяца с лишением гражданского доверия на один год сверх срока наказания. Нормально? И вот еще одна заметка из газеты. Лица, причастные к производству следствия по делу о покушении на жизнь губернатора получают письменные по телефону угрозы не увлекаться следствием. Вуаля! То есть, вместо того, чтобы осуждать преступника на высшую меру наказания, судят практически губернатора. Дальнейшая судьба этого Реника неизвестна. Ну, вот это, конечно, видите, шуба цементная в таком состоянии здесь ужасно, но изначально она, эти дома были прекрасны. Здесь очень высокие потолки в каждом доме. Вот мы сегодня были, там 3,70 потолки, это обалдеть. Почему это все происходило? Потому что, ну, вот, например, в книге Анны Гейфман, которую я всегда настоятельно рекомендую найти и прочитать, она есть, по-моему, сейчас даже в открытом доступе в интернете про эволюционный террор, она пишет, что здесь, например, были экспроприации в 1906 году, было похищено у работников в железнодорожной кассы 20 тысяч финских марок, допустим. Ну и вообще, если мы заглянем, колонна мы идем, мы же договорились, да. Вообще, если мы заглянем в окна этих домов, прекрасных, мы увидим массу интересного. Воспоминания, например, Савенкова, да, Бориса Викторовича, он пишет, что в Выборге проходил, допустим, съезд эсеров, где они решали, продолжать им или не продолжать террор. Под Выборгом были динамитные мастерские. Выборг присутствует в его романе «То, чего не было», потому что они сюда съезжались укрываться от полиции. Ну, то есть, в общем, Финляндия – это такой, знаете, по сути, действительно, райский уголок был для революционеров и террористов в том числе, и именно поэтому, да, возвращаясь с самого начала, сюда и поехали, вот, иди здесь, и поехали сюда эти самые депутаты, потому что здесь было абсолютно безопасно. Но депутаты проиграли, потому что их судили, кстати, и я об этом, возможно, расскажу, когда я буду снимать проходку по крестам. Есть у нас сейчас вроде какая-то такая возможность, специально для вас, мы это сделаем, потому что там сидел отец Владимира Набокова, вот, один из глав кадетской партии. Вообще, надо сказать, что ведь у его книжки «Другие берега» там он писал, что у них одна из комнат в особняке, вот на Большоморской, она так и называлась кадетская, потому что там проходили заседания ЦК партии кадетов иногда. Их отдали под суд и в итоге их присудили к лишению прав на дальнейшую политическую деятельность. Они больше не могли избираться в Государственную Думу. Таким образом, правительство их переиграло. Никакого возмущения в стране не было, а самая вот такая ядреная часть российской интеллигенции, которая рвалась в эту Думу, она была оттуда исключена вполне себе на государственных основаниях, потому что они буквально нарушили законы. И это именно то, о чем потом писала Теркову Уильямсу, она писала об этом, конечно же, в эмиграции уже спустя много лет, уже много что передумав, переосмыслив и переоценив. Но вот тогда, в тот момент, здесь, в городе Выборге, она, конечно, этого не понимала и не могла понять. И если бы она, женщина, там, 30-летней, вот потом, ну, то есть, знаете, не back to the future, а наоборот, back to the past, вернулась бы и сказала, арядно, ты знаешь, к чему поведут твои действия? Да никто бы, никогда бы она бы ее не послушала. Потому что все это, как мы помним из ее цитат, воспринимали как романтику и, в общем-то, как своего рода политические игры. А здесь, ребята, у нас отличная находка. Дело в том, что специально нанятые жидомосоды вместе с рептилоидами нашли вот такие колонны, выточенные этими пращурами этих рептилоидов, и вот здесь как раз мы можем видеть следы от зубов, как о них выгрызали скалы, затем у них на языке была такая ядовитая слюна, которая очень хорошо полировала эти колонны. Они этим языком проводили по ним и вуаля. И потом на крыльях доставляли в Петербург, ну и, в общем-то, ставили в Исаакиевском соборе. А все, что рисовал Монферран, вот эти баржи, это все полная туфта. Это история, которую нам пытаются всучить. Это невозможно. Вот, видите, остатки непосредственно судов специальных, на которых эти колонны транспортировали, и эти остатки есть вот здесь. Вот они. Но на самом деле, друзья мои, мы-то знаем, что это не остатки. Это бивни. Это бивни этих самых рептилоидов, которыми они вот из этих скал добывали эти колонны. Поэтому будьте внимательны, не ведитесь на мнение так называемых историков, так называемых краеведов и прочих, и прочих. Вот даже сейчас они пытаются помешать наши съемки. Я чувствую их энергию, которая сквозит вот от этого гранита. Гранит – это же радиационный материал, да? И я вот еще раз приступаю – а-а-а! Боже! Он стреляет, он стреляет радиацией, поэтому аккуратней. Вот, это вам специально под конец. Ну, а вот там находится филиал Эрмитажа с выставкой, на которую, честно говоря, у меня желания не возникло пойти. Но, возможно, к тому моменту, когда вы приедете, тут будут какие-то другие экспозиции, и вы посетите не только это, но и Выборгский замок, и погуляйте по старому городу, и, в общем, сделайте все то, что мы вам сегодня не рассказали и не показали, потому что это не входило в наши планы. В мои планы входило рассказать, как обычно, то, что ну, у гидов не принято рассказывать. Либо они рассказывают, допустим, про то же самое выборгское название, но так, чисто походя. Вот здесь приезжали депутаты, тут был отец Набокова, end of story. В конце к новостям у нас остается одна предновогодняя экскурсия, в эту субботу мы гуляем по Лиговке, ну а с 31 декабря начнутся новогодние прогулки с небольшими перерывами, тепла не будет, естественно, это Питер, но и лютых морозов тоже не обещают. Тем не менее, одевайтесь теплее, это же касается москвичей, потому что 13-14 января у нас еще четыре экскурсии в Москве. 12 января наш остросоциальный ансамбль, наше милое трио выступает в уютном папчике, так что можете приходить и послушать это все в тепле и в уюте. По-прежнему есть продажи книжки, остросоциальный роман Корень, книга про пиар во время русско-японской войны и путеводитель Невский с перцем. Их вы можете приобрести как на сайте, так и после экскурсии, в этом случае я их подписываю. Вся необходимая информация есть по ссылкам внизу в описании под этим видео. Ну а на этом все. Оставляйте комментарии вот там, приезжайте в замечательный город Виппори и будет вам счастье. Увидимся. Пока.